Книга «Открытым оком», том 9, вопрос 2295, тема «Грех». «Если Дух Святой обличает нас во грехе, является для нас это утешением, ведь очень печально быть грешным», отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Когда мы приходим в диагностику, чтобы нам помогли выявить наши болезни и врач досточные анализы, то будем ли мы на него обижаться? А не постараемся ли хорошо отблагодарить его? Притчи 10.17. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обречение блуждает. Притчи 15.32. Отвергающий наставление не радеет от своей душе, а кто внимает обречению, тот приобретает разум. Притчи 9.7. Поучающий кощунника наживет себе бесславие и обличающий нечестивого пятно себе. Притчи 15.12. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Притчи 24.25. Обличающие будут любимы, и на них придет благословение. Притчи 28.23. Обличающий человека найдет после большую приезд, нежели тот, кто льстит языком. Примудрость Соломона 1.8. Посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. Римлянам 5.8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Левитам 19.17. Не враждуй на брата своего, в сердце твоем обличи ближнего твоего, и не понесешь из-за него греха. Притчи 19.25. Если ты докажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, а если обличишь разумного, то он поймет наставление. Быть поистине обличенным – это великое счастье для христианина, ибо он сразу же может стать другим, став с раскаянием на колени пред Иисусом. Вчерашние друзья сегодня предают, хотя и молятся пока что в нашем храме, но им подай почет, достаток и уют, согласны в оперете петь и избавиться от драмы. Они истлели явно не вчера, на кухонных с врагами посиделках. Такой кульбит, занос, во враг, в вираж, не в раз пойдет подлец к таким проделкам. Престижных ищут перспективных мест, к мироточению приобщаться с колокольным звоном. К халдеям необрезанным ведут своих невест, и хананеев пения с тамбона. Беспринципных разносят по кусочкам. Былую святость, честь распродадут священники любой, кто приобщиться хочет. Прописанным к бездарности приют повысмотрели тайные собрания. Теперь высвечивают рьяна фонарями. Непонятые ими толкования мешают бывшей с нечистой, с нечистотой и дрянью. Соблазн разыскивают в нашем благовестии. С патриархией полностью слепились, чужим акцентом завопили песни. Напичканы апостасийным стилем, они свободой захлебнулись ныне, Охаивая прежнюю свободу. Исполосованные плетью прячут спины, Суда хлопочут недругам в угоду. Проходит год, гляжу, тот брат идет, Обритый, растолстевший сын Бугая. По именам их помню всех наперечет, Их кучи страшные, пришедших вновь пугает. В ком Слово Божие святой авторитет, В ком Иисус единственный спаситель, Они и нам, друзья, Им пламенный привет от ропота хранитель, В нем погибель. От ропота хранитесь, в нем погибель. 7 июля 2004 года Игнатий Лапкин